Доброе утро! Для многих из нас рассеянный склероз это сказочное заболевание, потому что сопровождается неясными причинами и разнообразными симптомами. Более того, данное заболевание все чаще встречается у людей в возрасте до 40 лет. Про мифы о рассеянный склероз расскажем сегодня в нашей программе. Про рассеянный склероз нам сегодня расскажет врач-невролог Воеводкина Светлана Юрьевна. Доброе утро! Доброе утро! Говорят, что рассеянный склероз обнаружить просто. Главное, вовремя обратиться к неврологу. Как диагностировать данное заболевание? Рассеянный склероз – это хроническое заболевание, при котором происходит поломка иммунной системы. При этом иммунная система, которая должна защищать нас от различных факторов, она начинает агрессивно атаковать миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга. При этом эта миелиновая оболочка необходима для того, чтобы проводились нервные импульсы, ну и, соответственно, нервные импульсы проводятся уже с нарушением. При этом происходит поражение важных функций. Например, зрение, например, мышечного тонуса, нарушение функций тазовых органов, речи и так далее. Нарушение координации. При этом поражаться очаги воспаления, они могут быть в разных участках нервной системы. Это называется распространение процесса в пространстве. Или же эти очаги воспаления могут давать симптомы, между которыми может быть значительный промежуток. Это говорит о распространении заболевания во времени. Так вот, диагностика, соответственно, строится все же на клинической картине. Это основное, то есть должно быть два и более поражений функциональных систем. То есть, например, нарушение речи, нарушение координации или нарушение зрения, нарушение координации и, например, слабость в конечностях, ну и так далее. Ну и дополнительным методом диагностики это или МРТ головного мозга, или МРТ спинного мозга. Делается но сконтрастированием для того, чтобы определить, воспалительный очаг или нет. Говорят, что рассеянный склероз возникает от аммины, прививок. Что скажется ли это так? Рассеянный склероз – заболевание мультифакторное. Оно, как правило, возникает при сочетании трех основных факторов. Первое – это сбой в иммунной системе, второе – это наследственные факторы и третье – это факторы внешней среды. Сбой иммунной системы, мы уже рассказали ранее. Наследственная предрасположенность повышает риск развития рассеянного склероза от 35 до 75 процентов. При этом зависит от линии родства, то есть, соответственно, самый высокий процент в первой линии родства. И факторы внешней среды. Здесь могут быть вирусные инфекции, чаще всего это ретровирусы, вирусы Эпштейн-Бара, недостаток витамина D, при этом может быть нарушение микробиота кишечника и курение с раннего возраста, при этом стрессовые факторы. Если болезнь себя никак не проявляет, то ее можно не лечить, так считают некоторые. Как вы думаете? Если диагноз рассеянный склероз установлен, то лечить его нужно обязательно. Чаще всего болезнь себя не проявляет при ремитирующем течении, когда фаза ремиссии. Но при этом в клинических рекомендациях сказано, что таким всем пациентам с ремитирующим течением необходимо принимать препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Это необходимо для того, чтобы предотвратить инвалидизацию, то есть снизить риск инвалидизации и для того, чтобы заболевание не перешло во вторично прогрессирующее течение. Поддается ли лечению данное заболевание или нет? Нет, к сожалению, это заболевание неизлечимо до конца. Но в зависимости от течения, опять же от быстроты установки диагноза и от начала лечения, насколько быстро лечение начато, все же помочь человеку можно. Как считают многие, для женщин с рассеянным склерозом беременность может быть опасной. Что скажете вы? Раньше, да, действительно так считалось, что беременность усугубляет течение рассеянного склероза и рекомендовали прерывание беременности. В настоящее время считается наоборот, что рассеянная беременность способствует более благоприятному течению рассеянного склероза. Почему так происходит? Потому что при беременности как бы развивается физиологическое подавление иммунитета. И при этом буквально к концу беременности риск развития обострений снижается в 2-3 раза. Можно ли заниматься спортом при данном заболевании? Спортом заниматься нужно, потому что физическая реабилитация, ну как бы физическая реабилитация входит в рекомендации по реабилитации пациентов с рассеянным склерозом. Им показаны тренировки на выносливость, силовые тренировки, ЛФК в воде, также может быть акваэробика, скалолазание. Поэтому заниматься спортом с пациентом с рассеянным склерозом нужно обязательно. Огромное вам спасибо. Не занимайтесь самолечением, заботитесь о важном. Сегодня мы рассказали о популярных мифах про рассеянный склероз. Если у вас есть симптомы данного заболевания, то не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь к врачу. А также реагите себя и будьте здоровы!